Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами начинаем повторение и обобщение по теме сложное предложение. Итак, тема нашего сегодняшнего урока. Итак, ребята, рассмотрим с вами предложения и распределим их по группам. Вы знаете, что предложения у нас делятся на две группы, на простые и сложные. И сложные предложения в свою очередь делятся еще на две группы, союзные и бессоюзные. Союзные предложения сложные, бывают сложносочиненными и сложноподчиненными. Итак, распределим данные предложения по этим группам. Несмотря на то, что стоят теплые и даже жаркие дни, в августе обычно заметны приметы наступления осени. Как мы видим сразу, предложение сложное, потому что здесь две основы. Приметы заметны и в предаточном предложении, несмотря на то, что стоят жаркие и даже теплые дни, это предаточное предложение. Здесь тоже есть своя основа. Дни стоят теплые и жаркие, поэтому предаточное предложение мы отделяем от главного и знаем, что несмотря на то, что это подчинительный союз уступки. Следовательно, мы запишем этот номер этого предложения в эту группу. Сложно подчиненные предложения. Волнистые облака рассеялись и стало жарко. Облака рассеялись и стало жарко. Как мы видим, тоже сложное предложение, но уже части этого предложения соединены сочинительным соединительным союзом и, следовательно, здесь мы поставим запятую между частями. Это сложно сочиненное предложение, поэтому мы номер этого предложения запишем в группу сложно сочиненных предложений. Пробовал бежать, ноги от страха не двигались. Здесь мы видим тоже два предложения. Пробовал бежать и ноги не двигались. Мы видим, что между частями этого предложения нет никакого союза, следовательно, это бессоюзное предложение, а в бессоюзном предложении мы должны поставить союз между частями, чтобы посмотреть, какие смысловые отношения между этим предложением. Пробовал бежать, но ноги от страха не двигались или а ноги от страха не двигались и понимаем, что второе предложение противопоставляется первому, следовательно, в этом случае мы поставим между частями тире и запишем номер этого предложения, бессоюзные предложения. Русский язык открывается в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. Русский язык открывается в своих свойствах и богатствах лишь тому, главное предложение, как мы видим. Кто кровно любит и знает свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли, это предаточное предложение. Здесь у нас однородные сказуемые, любят и знает и чувствуют, и таким образом мы говорим, что это сложно подчиненное предложение. Вторая часть этого предложения осложнена и мы запишем номер этого предложения в группу сложно подчиненных предложений. Итак, 1 и 4. Простого предложения здесь среди этих предложений, ребята, нет, но если бы какую-либо часть из этих предложений взять в качестве простого предложения, например, волнистые облака рассеялись, стало жарко, то в этом случае мы могли бы записать эти предложения в первую группу. Итак, ребята, мы с вами рассмотрели виды сложных предложений, а сейчас мы с вами расставим пропущенные знаки припинания в сложно сочиненных предложениях. Не только не было никакой рыбки, но и удилище не имело даже лески. Как мы видим, здесь опять-таки две части, не только не было никакой рыбки, и удилище не имело даже лески. Здесь мы видим, что части предложения соединены противительным союзом, но и здесь усилительная частица, и мы можем сказать, что это сложно сочиненное предложение с противительным союзом, но между частями предложения обязательно надо поставить запятую. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Петр был доволен и неоднократно звал его в Россию, это одно предложение, но Ибрагим не торопился, это другое предложение. Опять-таки противительный союз, но связывает два простых предложения. В этом предложении, ребята, речь идет о прадеде Александра Сергеевича Пушкина, Ибрагиме Ганнибале. Итак, к полудню ветер разогнал тучи и выглянуло солнце. Мы уже сказали, что между частями сложно сочиненного предложения мы обязательно должны поставить запятую перед союзом, но запятая в одном случае в сложно сочиненном предложении не ставится, если это предложение имеет общий второстепенный член, одинаково относящийся как к одному, так и ко второму предложению. Мы видим, что здесь у нас есть слово «к полудню», это обстоятельство времени. Ветер разогнал тучи и выглянуло солнце. В этом случае мы обязательно должны посмотреть, относится ли это обстоятельство одинаково к обоим предложениям. Ветер разогнал к полудню и к полудню выглянуло солнце. И получаем, что это общий второстепенный член. Следовательно, здесь на границе двух предложений между частями запятая не ставится. Мы можем даже взять вот так, потому что общий второстепенный член относится к обоим предложениям одинаково. Это тот случай, когда в сложно сочиненном предложении запятая не ставится. Следующее задание, ребята. Нам даны сложно подчиненные предложения. И нам надо узнать, в каких случаях вы знаете, что части сложно подчиненного предложения соединяются или союзным словом, или подчинительным союзом. Так вот, надо узнать, в каких случаях части присоединяются при помощи союзных слов. Какие признаки союзных слов мы знаем? Я думаю, что вы помните. Союзные слова, ребята, это относительные местоимения или вопросительные наречия. Это местоимения кто, что, какой, который или наречия как, где, куда, когда. И мы знаем, что союзные слова являются членами предаточного предложения. К ним можно задать вопрос. Их нельзя опустить. И, кроме того, из предаточной части можно сделать вопросительное предложение. Итак, он уже не может управляться с работой, хотя выздоровел и по-прежнему красит без подмостков купола на колокольнях. Мы видим, что здесь есть у нас союз, хотя это уступительный союз, следовательно, союз, хотя используется в предаточном предложении. Он уже не может управляться с работой, хотя выздоровел и по-прежнему красит без подмостков. Итак, мы уже сказали, что хотя это союз, это уступительный союз, следовательно, он не является союзным словом. То, что я пережил, не прошло даром. То не прошло даром, что то, что я пережил. Предаточное началось и закончилось, что я пережил. И проверяем, что я пережил. Пожалуйста, из этой части можно составить вопросительное предложение. Или же попробовать опустить. То я пережил, не прошло даром. У нас не получается такой вариант. И мы понимаем, что это, следовательно, союзное слово. Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные худощавые мальвы, похожие на хуторянок, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом. Мы выделяем главное предложение. Смотрели вдаль мальвы, похожие на хуторянок. Каких хуторянок? Задаем вопрос от существительного к предаточному предложению, которых выгнала жара. Получаем предаточное определение. И определяем, какое это средство связи. Мы знаем, что слово «которых» это вопросительное и далее в сложно подчиненном предложении относительное местоимение. Следовательно, это тоже союзное слово. Хозяева присылают спросить, не хочу ли я обедать. Хозяева присылают спросить. Главное предложение, предаточное и изъяснительное. Спросить, о чем не хочу ли я обедать. Предаточное и изъяснительное присоединяется при помощи союза «ли». Это не союзное слово, так как это не местоимение и не наречие. И таким образом мы получаем, что только в двух случаях, во втором и в третьем предложении, у нас использованы союзные слова. А теперь мы с вами рассмотрим, какую же функцию выполняет союзное слово в предложении. Комната, куда вошел Петр Петрович, была совершенно пуста. Комната, какая? Куда вошел Петр Петрович? Куда вошел Петр Петрович? Союзное слово мы понимаем и нам нужно узнать, каким же членом предложения, как мы уже сказали, союзное слово является членом предаточного предложения. И смотрим, Петр Петрович вошел куда? Это обстоятельство. Площадка, на которой мы должны были биться, изображала почти правильный круг. Площадка какая, на которой мы должны были биться? Нам нужно определить роль в предложении. Мы должны были биться, где на площадке. И если мы заменим союзное слово словом площадка, получаем, мы должны были биться, где на площадке. Следовательно, на которой здесь является обстоятельством. Язык, на котором говорили в Древнем Египте, не имеет ничего общего с языком современных египтян. Язык какой, на котором говорили в Древнем Египте, опять на котором у вас союзное слово, говорили в Египте, на чем? Это дополнение. И получаем, что союзное слово выполняет роль дополнения. От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь река лилась, что дошло до нас. От жизни той, что дошло до нас, это главное предложение. От какой жизни той, что бушевала здесь, и от крови той, что здесь рекой лилась, мы говорим, что бушевала, что жизнь. Слово «что» заменяем словом «жизнь» из главного предложения, получаем подлежащее. И кровь какая, что рекой лилась. И здесь опять-таки слово «что» заменяем словом «кровь». Кровь здесь рекой лилась. И получаем, что союзные слова в этом предложении являются подлежащими. Мы рассмотрим с вами предложение, в котором нужно расставить знаки препинания на месте пропущенных цифр. И выбрать правильный вариант. В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые? Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. Передо мной было большое круглое болото. Болото было. Здесь мы поставим запятую, так как у нас далее идет согласованное, обособленное определение. Болото какое, занесенное снегом, выраженное причастным оборотом, стоящее после слова болото, после существительного, занесенное снегом. Это обособленный член предложения. И из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. И далее у нас следует предаточное предложение. Мы видим здесь союзное слово «которого», болото, из-под пелены которого торчали редкие кочки. Но здесь уже не ставим запятые, так как у нас здесь уже использована запятая, которая завершает причастный оборот. И далее из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. Это предаточное предложение, предаточное определительное. Следовательно, использовано здесь слово «который» как союзное слово, только из-под чего в родительном падеже. И находим правильный вариант, в котором мы должны были определить цифры постановки знаков припинания. Мы поставили запятую только под цифрой 1 и под цифрой 2. Следовательно, выбираем вариант B1 и 2. Итак, ребята, сегодня мы с вами обобщили некоторые полученные знания по сложносочиненным и сложноподчиненным предложениям. Я рекомендую вам еще и выполнить задание из учебника и закрепить эту тему. Я прощаюсь с вами. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока – числовые последовательности, арифметическая прогрессия. Что такое числовая последовательность? Это множество чисел, занумерованных натуральными числами, и она называется у нас числовой последовательностью. Числа, которые участвуют в числовой последовательности, называются членами числовой последовательности. А индексы А1, А2, А3, А4 и так далее, они показывают порядковый номер нашего данного числа. В общем виде числовая последовательность обозначается как АН, БН и так далее. Числовые последовательности могут быть конечными или бесконечными. Обычно числовую последовательность выражают, задают вернее аналитически, то есть с помощью формулы n-ого члена. Давайте с вами рассмотрим задание номер 1 со страницы 191. Определите закономерность и напишите следующие два члена последовательности. Посмотрите, пожалуйста, в случае А последовательность 1, 3, 5, 7, и мы можем его продолжить как 9 и дальше 11. В случае В 1, 10, 100, 1000, и дальше мы можем продолжить 10 тысяч и 100 тысяч. В случае С у нас дана последовательность минус 5, 10, минус 15, 20. Если мы продолжим этот ряд, то у нас получается следующий член последовательности минус 25, и дальше будет 30. Так, давайте рассмотрим с вами задание номер 5 со страницы 191. Пункт 1. Последовательность задается формулой БН равно 2n квадрат плюс 1. Найдите член последовательности с номером в случае А 4, в случае Д, К плюс 1. Посмотрите, пожалуйста, в случае А мы вместо n подставляем 4, то есть находим Б четвертое равно 2 умножить на 4 в квадрате плюс 1, это будет 33. В случае Д вместо n подставляем К плюс 1 и получаем 2 умножить на К плюс 1 в квадрате плюс 1. Здесь мы сделаем преобразование и окончательно получаем это 2К квадрат плюс 4К плюс 3. Следующее задание, задание номер 6 со страницы 192. Первый пункт. Последовательность задана формулой АН равно n квадрат минус 8n. Существует ли член, равный в случае А 20, в случае Е 4? Если есть, то найдите номер этого члена. Мы должны с вами вместо АН в случае А подставить 20. То есть получается n квадрат минус 8n равно 20. Отсюда мы получаем квадратное уравнение n квадрат минус 8n минус 20 равно 0. Можно это написать в виде разложения, как n минус 10 умножить на n плюс 2 равно 0. Мы получаем, что n у нас равен минус 2 и n равен 10. Так как у нас n должен быть натуральным числом, то минус 2 нам не подходит. И получается, что у нас десятый член последовательности, то есть А десятая, равно 20. В случае Е, посмотрите, пожалуйста, n квадрат минус 8n равно 4. Если мы захотим решить квадратное уравнение, то вы увидите, что здесь у этого уравнения натуральных корней нет. Соответственно, получается, что тут нет члена равного 4. Задание номер 7 со страницы 192. Сколько спичек используем на пятом шаге построения фигуры по правилам, показанному на рисунке? Напишите формулу, определяющую количество спичек в любом шаге. Посмотрите, пожалуйста, у нас каждый раз получается на 3 спички больше. То есть мы можем записать, что 4 спички – это 3 умножено на 1 плюс 1. 7 спичек – это 3 умножено на 2 плюс 1. 10 спичек – это 3 умножено на 3 плюс 1. И отсюда мы можем вывести общую формулу n-ого члена. То есть а n-ое равно 3n плюс 1. И далее можем найти, сколько спичек нам понадобилось на пятом шаге построения. То есть а-пятое равно 3 умножено на 5 плюс 1 равно 16. И есть еще один способ задания последовательности – это рекуррентный способ задания. То есть формула, которую выражает любой член последовательности, начиная с некоторого, через один или несколько предыдущих членов называется рекуррентной формулой. Давайте это рассмотрим на примере задания номер 12 со страницы 193. Напишите первые 5 членов последовательности заданы рекуррентной формулой. В случае с, а-1 у нас равно 1, а-2 равно 2, и формула у нас а-n-ое равно а-n-1 плюс а-n-2. Если мы вместо n подставим тройку, мы получаем, что а-3 равно а-2 плюс а-1, то есть это равно 2 плюс 1 равно 3. Далее мы с вами можем найти а-4 как сумму а-3 плюс а-2, то есть 3 плюс 2 будет равняться 5. И точно таким же способом мы можем найти а-5, как а-4 плюс а-3. Это будет равно 5 плюс 3 равно 8. Давайте рассмотрим с вами арифметическую прогрессию. Последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному одним и тем же числом для данной последовательности, называется арифметическая прогрессия. Посмотрите, пожалуйста, в данном случае арифметическая прогрессия у нас обозначается следующим образом. Это число у нас называется разность арифметической прогрессии, и мы можем записать а-n плюс 1 равно а-n плюс d, то есть рекуррентную формулу. Формула n-очлена арифметической прогрессии. По определению арифметической прогрессии получается, что а-2 равно а-1 плюс d, а-3 равно а-2 плюс d, или равно а-1 плюс d, плюс d равно а-1 плюс 2d и так далее. Если мы продолжим эту закономерность, то мы можем с вами записать формулу n-очлена арифметической прогрессии, которая равна а-1 плюс n-1 умноженное на d. Или же мы можем с вами записать это через а-к-т член последовательности, то есть а-n равно а-k плюс n-k умноженное на d. Отсюда мы можем с вами записать выражение для разности арифметической прогрессии. Посмотрите, пожалуйста, она равна а-n минус а-к-т делить на n-k при условии, что n отличен от k. Задание номер 7 со страницы 196. По данным арифметической прогрессии найдите в случае а. Нам задано а-12 равно минус 7, и разность прогрессии у нас равна 3. Нам нужно найти а-1 и а-8. Посмотрите, пожалуйста, мы можем а-1 записать как а-12 минус 11d, то есть а-1 равно минус 7 минус 11 умноженное на 3, это будет равняться минус 40. А-8 это будет а-1 плюс 7d, то есть это равно минус 40 плюс 7 умноженное на 3 равно минус 19. И в случае d нам дана арифметическая прогрессия. Минус 20, минус 15 и так далее. Нам нужно найти разность арифметической прогрессии и десятый член данной прогрессии. Чтобы найти разность арифметической прогрессии, мы можем рассмотреть с вами разность а-2 минус а-1, то есть минус 15 минус минус 20, то есть будет минус 15 плюс 20, разность арифметической прогрессии равна у нас 5. Далее мы можем с вами найти а-10 как а-2 плюс 8d, то есть минус 15 плюс 8 умноженное на 5 равно минус 15 плюс 40 равно 25. Следующее задание это задание номер 8 со страницы 196. Между числами 4 и 40 напишите такие 4 числа, чтобы они вместе с данными числами образовали арифметическую прогрессию. Посмотрите, пожалуйста, у нас будет 4, потом будет а-2, а-3, а-4, а-5 и число 40. Для начала мы с вами должны найти разность арифметической прогрессии по следующей формуле, которую мы до этого с вами рассмотрели. Здесь у нас получается, что d равно а-6 минус а-1 делить на 6 минус 1, то есть 40 минус 4 делить на 5, 36 делить на 5 равно 7,2. Далее мы можем с вами найти а-2 как а-1 плюс d, то есть 4 плюс 7,2 это будет 1,2. Точно таким же способом можем найти третий член последовательности, то есть а-2 плюс d, то есть 11,2 плюс 7,2, это будет равно 18,4. Четвертый член арифметической прогрессии, а-4 равно а-3 плюс d, то есть 18,4 уже плюс 7,2, это будет равно 25,6. И пятый член последовательности, то есть а-5 равно а-4 плюс d, 25,6 плюс 7,2 равно 32,8. Давайте рассмотрим с вами задание номер 18 со страницы 197, пункт а. Три числа образуют арифметическую прогрессию, сумма этих чисел равна 12, а произведение равно 28. Найдите эти числа. Давайте запишем с вами следующую систему. Отсюда мы из первого выражения можем легко определить, что у нас 3а2, это будет 12, отсюда а2 равно 4. Это значение мы подставим и в первое выражение, и во второе. И получается, что а1 плюс а3 у нас равно 8, а1 умножить на а3 равно 7. Отсюда мы можем определить, что если а1 равно 1, то а3 будет равняться 7. Если же а1 равно 7, то а3 будет равняться 1. Свойства членов арифметической прогрессии. Свойства первое. Каждый член арифметической прогрессии, начиная со второго, равен среднему арифметическому соседних членов. Мы можем это рассмотреть из определения разности. Посмотрите, пожалуйста, у нас d равно а2 минус а1 равно а3 минус а2. Отсюда мы можем легко определить, что а2 равно а1 плюс а3, деленное на 2. И в общем виде мы можем записать, что аn минус аn минус первое равно аn плюс 1 минус аn. Отсюда мы можем записать, что аn равно аn минус 1 плюс аn плюс 1, деленное на 2, при условии, что n больше равно 2. Если это выражение, это свойство обобщить, то мы можем записать с вами следующее. То есть аn равно аn минус k плюс аn плюс k делить на 2, при условии, что k должен быть у нас больше равен 1 и меньше равен n минус 1. То есть любой член арифметической прогрессии начинается со второго, равен среднему арифметическому равно удаленных членов прогрессии. И второе свойство. Если у нас выполняется условие, что m плюс k равно n плюс p, то верно равенство. аm плюс ak равно аn плюс ap. Давайте рассмотрим это на примере задания номер 31 со страницы 199. В первом случае, в арифметической прогрессии, а1 равно 3, а3 равно 7, нам нужно найти а2. Мы можем его записать как а1 плюс а3, деленное на 2. То есть 3 плюс 7 делить на 2 равно 5. В случае 2 у нас в арифметической прогрессии а4 плюс а10 равно 6, и нам нужно найти а5 плюс а9 и в случае b а7. Здесь у нас получается, что а5 плюс а9 равно а4 плюс а10. Обратите внимание на индексы. 5 плюс 9 у нас будет 14, 4 плюс 10 тоже будет 14. Соответственно, эти суммы у нас равны. Это будет равно 6. И а7 равно а4 плюс а10 делить на 2 равно 6 делить на 2 равно 3. Давайте рассмотрим сумма н первых членов арифметической прогрессии. Давайте с вами рассмотрим сумму сн как а1 плюс а2 плюс а3 и так далее плюс а1. И дальше ту же самую сумму мы запишем с вами наоборот. а1 плюс аn минус 1 плюс и так далее плюс а1. И мы можем почленно эти два выражения с вами сложить. При этом у нас получается следующее выражение. Посмотрите, пожалуйста, 2sn равно а1 плюс а1 плюс а2 плюс аn минус 1 и так далее плюс аn плюс а1. Эти суммы по свойству арифметической прогрессии у нас получаются равны, потому что суммы индексов у нас будут одинаковые. Соответственно, мы можем это с вами записать следующим образом. Sn равно а1 плюс аn умножить на n деленное на 2. Если мы вместо аn в эту формулу поставим формулу n члена арифметической прогрессии, то мы получаем с вами следующую формулу. Sn равно 2а1 плюс d умножить на n минус 1. Все это умноженное на n и деленное на 2. Давайте рассмотрим с вами задание номер 44 со страницы 202. Для арифметической прогрессии заданной формулой аn равно 2аn минус 3 найдите сумму первых. В случае а 15 членов, в случае b n членов. Посмотрите, пожалуйста, значит, s15 у нас будет равно а1 плюс а15 делить на 2 умноженное на 15. Мы можем здесь подставить а1 минус 1. А 15 это 27 делить на 2 умноженное на 15 равно 13 умноженное на 15 равно 195. И в случае b sn равно а1 плюс аn делить на 2 умноженное на n. Отсюда мы подставляем вместо а1 минус 1, вместо аn подставляем выражение 2n минус 3. Все это мы делим на 2 и эту друг умножаем на n. То есть получаем 2n минус 4 делить на 2 умноженное на n. Далее у нас получается n минус 2 умножить на n и окончательно ответ n квадрат минус 2n. Следующее задание – это задание номер 45 со страницы 203. По данным для арифметической прогрессии найти требуемые. Рассмотрим пункт b. При а9 равном 10 нам нужно найти сумму первых 17 членов арифметической прогрессии. Давайте мы запишем с вами формулу сумму s17. Это будет а1 плюс а17 делить на 2 умноженное на 17. Посмотрите, пожалуйста. а1 плюс а17 деленное на 2 по свойству арифметической прогрессии равно а9. То есть мы можем это записать как а9 умножить на 17. А по условию у нас а9 равно 10, соответственно 10 умноженное на 17 получается 170. И пункт c. При а4 плюс а7 равно 20 нужно найти сумму первых 10 членов арифметической прогрессии. s10 у нас равно а1 плюс а10 делить на 2 умноженное на 10. То есть а1 плюс а10 умноженное на 5. Обратите внимание на сумму индексов. Получается, что а1 плюс а10 равно а4 плюс а7 равно 20. И мы можем здесь вместо а1 плюс а10 с вами подставить 20 умноженное на 5 равно 100. Следующее задание. Задание номер 46 со страницы 203. Найдите в случае с сумму натуральных чисел, меньших 100 и делящихся на 3. То есть получается, что а1 у нас должно быть больше равно 1 и меньше 100. Так как это числа, которые делятся на 3, мы можем записать это выражение как 3n больше равно 1 и меньше 100. То есть у нас получается, что а1 это 3, а а33 это получается у нас 99. И можем вычислить сумму первых 33 членов данной прогрессии. 3 плюс 99 делим на 2 умножаем на 33 и получаем 1683. Задание номер 51 со страницы 203. Найдите требуемое по данным. В пункте B у нас арифметическая прогрессия задана формулой. Sn равно 2n квадрат плюс n. В этом случае нам нужно найти а5 и а11. Посмотрите, пожалуйста. Мы с вами запишем сначала Sn. То есть это а1 плюс а2 и так далее плюс аn. И далее запишем Sn минус 1. То есть это будет а1 плюс а2 и так далее аn минус 1. Если мы от первого выражения отнимем с вами второе, посмотрите, пожалуйста, Sn минус Sn минус 1, мы получаем, по члену отнимая, это равно аn. Используя эту формулу, мы можем найти а5 как s5 минус s4. То есть мы получаем следующее выражение. 2 умножить на 5 в квадрате плюс 5 минус выражение 2 умножить на 4 в квадрате плюс 4 равно 55 минус 36 равно 19. И можем найти а11 как s11 минус s10. То есть мы получаем 2 умножить на 11 плюс 11 минус выражение 2 умножить на 10 в квадрате плюс 10 равно 253 минус 210 равно 43. На этом у нас на сегодня все. Для закрепления темы я рекомендую вам прорешать задание из вашего учебника со страниц 191-204. До свидания, всего вам доброго. Здравствуйте, дорогие ребятки. Сегодня мы продолжаем изучать ядерную физику. В этом разделе, в ядерной физике, есть один такой интересный термин – дефект масс. Как раз у нас сегодня с вами тема называется «Энергия связи ядер, а также дефект масс». Что такое масса, мы с вами знаем. То есть, изучая физику шестого класса, мы ознакомились с такими величинами, как масса, вес тела. В обыденной жизни мы очень часто путаем вес и массу. Мы с вами знаем, что масса – это количество вещества в теле, говоря простым языком. А говоря физическим языком, это меры инертности тела. А говоря о весе, мы подразумеваем, естественно, силу, с которой данное тело, имеющее эту массу, давит на опору или подвес. Так вот, что же может произойти с данным веществом, чтобы у него произошел дефект массы? Так вот, ребятки, это происходит по той простой причине, что избыток массы, то есть масса, превращается в энергию. Для того, чтобы вам это объяснить, давайте вернемся в то время, когда произошли определенные научные изыскания, и они встали в противоречие с классической физикой, с классической механикой Ньютона. Что же произошло? Во времена изучения физики такие выдающиеся ученые, как Резерфорд, Эйнштейн, Макс Планк, обнаружили следующее. Они обнаружили, что частицы, значит, мельчайшие частицы, нуклоны, частицы света, фотоны, движутся с определенной конечной скоростью. Данная скорость равна 300 тысяч километров в секунду, или 3 на 10 восьмой степени метров в секунду. Так вот, не материя, обладающая этой скоростью, должна обладать энергией, которая равна Е, равно МС квадрат, где М – это масса покоя фотона, но АС, мы с вами знаем, скорость света, возведенная в квадрат. Так как масса, она очень маленькая, значит, масса во что-то превращается. Как раз вот эта масса, потерянная масса, превращается в энергию. Поэтому тема и называется «Энергия связи ядра». Давайте посмотрим. Была обнаружена такая ситуация, что масса ядра оказывается меньше, чем сумма масс частиц, которые входят в его состав. То есть в составе ядра находятся протоны и нейтроны. Казалось бы, должно быть одинаковое количество, но в целом масса ядра меньше, чем сумма, значит, масс нуклонов. Почему так происходит? Это происходит по той простой причине, что здесь у нас образуется дефект массы, который превращается в энергию связи ядра. Обратите внимание, энергия связи ядра равна дельта Е, равная на произведение дельта М, а Э дельта М – это у нас дефект массы, умноженный на квадрат скорости света. В реальности, произведя большие эксперименты, ученые физики обнаружили, ядерщики обнаружили, что здесь возникает вот такое несоответствие. Как я и сказала в начале урока, это привело к противоречию между классической механикой Ньютона и данным открытием. Выход из положения нашел Макс Планк. Получилось следующее. Значит, механика Ньютона справедлива только до того момента, когда тело движется со скоростью меньшей скорости света. Если тело движется со скоростью хотя бы на 0,1, 0,2, 0,3, похожей, близкой к скорости света, естественно, классические законы механики Ньютона не работают. Здесь включается уже квантовая механика, законы квантовой механики. В основе квантовой механики находятся следующие постулаты, что ни одна частица не может перейти с одной орбиты на другую, если, естественно, не поглотит или не излучит определенный квант энергии. Вот это и является как раз энергией связи. Далее посмотрим с вами. Посмотрите, пожалуйста, на эту формулу. Масса ядра меньше, чем сумма масс протонов, а также нейтронов. Мы их называем нуклонами. Если посмотреть разницу, вы увидите, что сумма больше, чем масса ядра. Итак, я получаю, что это является дефектом массы. То, что касается энергии связи, запишем формулу, учитывая, что энергия связи ядра равна дефект массы умножен на квадрат скорости света. То есть Е связи равно сумма нуклонов минус массы ядра умножена на С квадрат. Мы с вами знаем, что принимаем во внимание определенные величины, которые встречаются в данной разделе физики, то есть ядерной физики. Мы берем одна атомная единица масс равна 931,5 электрон вольт. Значит, я заменяю вот эту формулу следующей формулой. Значит, сумма данных масс нуклонов с учетом массы ядра, умноженная на эту величину. Давайте посмотрим, откуда берутся данные величины и как с ними работать. Итак, ребятки, здесь у нас как бы на арену выходит такая величина, немаловажная величина, как удельная энергия, то есть удельная энергия связи. Мы с вами знаем, что удельная – это величина, которая приходится на какую-то единицу, на единицу чего-то. В данном случае здесь приходится она на число нуклонов. Значит, энергия связи, деленная на число нуклонов, дает нам удельную энергию связи. Ее единица измерения – мегаэлектрон вольт, деленный на нуклон. Значит, если мы возьмем с вами водород на примере водорода, рассчитаем удельную энергию водорода, она у нас будет равна нулю. Почему? Потому что у водорода всего лишь в ядре находится один протон. Ее максимальное значение приблизительно равно около варьируется, около 8,5 мегаэлектрон вольт, деленный на нуклон. Это имеет отношение к частицам, то есть к химическим элементам, атомный вес которых варьирует от 28 до 138. Вот здесь на этой диаграмме я вам изобразила вот эти химические элементы. Обратите внимание, здесь находится у меня водород, далее у меня находится углерод, затем гелий. Вот это устойчивая зона. В этой устойчивой зоне находятся следующие химические элементы, такие как железо и медь. Далее при увеличении удельной энергии связи у нас химические элементы превращаются в более тяжелые химические элементы. Мы уже видим, что здесь встречается у нас даже уран. Давайте рассмотрим задачу. Нам надо посчитать дефект массы при делении ядра урана, значит, 235-92. Давайте из таблицы найдем такие величины, как атомную единицу масс водорода и также, значит, нейтрона. Посмотрите, записав данные формулы, которые мы с вами сегодня прошли в отношении, значит, дефекта масс, подставляя значение чисел входящих и число, значит, которое имеет отношение к порядку номеру данного химического элемента, находим энергию связи. Использовать, естественно, я буду формулу Е равно МС квадрат, но не М, а дельта М, то есть дефект массы на С квадрат. Используя табличные данные, я произвожу следующие математические вычисления. Пожалуйста, огромная просьба не забывать скорость света возводить в квадрат. Из курса математики мы с вами знаем, что возведение степени в степень, это делается следующим образом. Мы просто перемножаем друг на друга данные, значит, величины. Если у меня 8, 10 восьмой степени в квадрате, это будет не 64, а это будет всего лишь 16. Итак, произведя математические действия, я получаю следующий, значит, ответ. Масса, дефект массы получается 3,18 на 10 в минус 27 степени килограмм, а энергия связи, связанная с данной величиной, будет равна 28,6 на 10 в минус 11 степени джоулю. Сегодня мы с вами познакомились с таким, значит, очень интересным явлением, когда ядро массы ядра меньше суммы масс частиц, входящих в состав ядра. Это и называется дефектом массы. Куда девается данная вот эта часть массы? Она используется на энергию связи, замещается энергией связи. Данная тема описана у вас в учебниках. В конце данного параграфа у вас имеется таблица, в которой приведены величины, входящие вот для, состоящие для этих химических элементов. То есть энергия связи, дефект массы для различных радиоактивных химических элементов. На сегодня все. Увидимся еще. Успехов вам! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о полувозрастном составе населения. Что это значит? Ребятки, обратите внимание вот на эту диаграмму. Когда мы говорим о населении страны, нас обязательно волнует вопрос, как разделяется население по возрастам. Население мы делим на три группы. Мы говорим дети. Это возраст от года до 15. Дальше мы говорим взрослые. От 15 до 60 лет. И мы говорим пожилые люди в возрасте старше 60 лет. Если мы посмотрим, как подразделяется население Земли по возрасту, вам показывает первая диаграмма. В мире насчитывается 32% детей, 63% взрослых и 5% пожилых людей. Зачем нам это надо? Ребята, первым долгом мы должны учитывать, какое количество работающих, то есть трудовые ресурсы. К трудовым ресурсам у нас относятся люди физически здоровые в возрасте от 15 до 60 лет. Дело в том, что работающие люди, то есть трудовые ресурсы, они должны обеспечивать продуктами питания, промышленными товарами, образованием, лечением и другими услугами детей и пожилых людей. И нас не может не волновать, какое количество трудовых ресурсов находится в той или иной стране. Мы с вами рассмотрели эту диаграмму по миру. А если мы посмотрим с вами по отдельным регионам, то мы увидим с вами, что эти показатели разнятся. Если мы возьмем Европу, Северную Америку, Австралию, мы видим, что показатели детей намного меньше, чем средний мировой показатель. А показатель пожилых людей больше, чем в других регионах. Если же мы возьмем Азию, Африку и Южную Америку, мы увидим, что количество детей у нас больше, особенно в Африке, взрослых людей примерно такое же количество, пожилых очень мало. О чем это говорит? Это говорит о малой продолжительности жизни населения. То есть мы можем сделать вывод, что люди там живут не в очень благоприятной экологической обстановке и плохо обеспечены продовольствием и медицинским обслуживанием. Нам надо порассуждать о том, какой случай для нас лучше и какой хуже. Ребята, дело в том, что да, в странах Европы, Северной Америки и Австралии у нас большое количество взрослых людей. Они работают, они обеспечивают и детям, и пожилым людям высокий уровень жизни. Ребята, но при этом от того, что у нас мало детей, через несколько лет взрослые люди перейдут в категорию пожилых людей, происходит старение населения. А эти дети на рабочих местах не смогут заменить взрослых. У нас получается кризис демографический. Если же мы возьмем страны Азии, Африки и Южной Америки, где у нас огромное количество детей, ребята, то эти взрослые, которые там есть, они не могут обеспечить достойную жизнь, образование, лечение всем этим детям. А когда эти дети подрастут, для них будет не хватать рабочих мест. Ребята, для того, чтобы отразить полувозрастной состав населения, строится полувозрастная пирамида. Ребята, посмотрите, как она выглядит. В центре пишут возраст людей. С одной стороны, у нас график покрашен розовым цветом. Это обозначает количество женщин в определенных возрастах. С другой стороны, синим. И это обозначает количество мужчин. Эта полувозрастная пирамида построена для страны с первым типом воспроизводства населения. На прошлом уроке мы с вами говорили, что для развитых стран у нас характерен первый тип воспроизводства населения. То есть, естественный прирост у нас где-то в пределах от нуля до 12 человек. Вы видите, что детей не так много, взрослых больше и достаточно большой процент людей в пожилом возрасте. Если бы мы с вами посмотрели на полувозрастную пирамиду второго типа воспроизводства, то у нас она выглядела бы очень интересно. Огромное количество детей и вверх количество взрослых людей, а тем более пожилых, все время сокращалось. Ребята, как я уже сказала, на полувозрастную пирамиду у нас влияет продолжительность жизни людей. А на продолжительность жизни, естественно, у нас будут влиять условия, в которых живут люди. Ребята, очень внимательно рассмотрите вот эту карту. На ней очень хорошо показано, для каких стран и регионов у нас характерна та или иная продолжительность жизни. Наибольшей продолжительностью жизни, вы как видите, у нас отличаются страны Северной Америки. Достаточно хорошая продолжительность жизни в странах Латинской Америки. Очень хорошая продолжительность жизни у нас в Австралии, Японии, в странах Западной Европы, в России чуть меньше, в Китае, в Северной Африке, Саудовской Аравии. Но если мы возьмем Южную и Центральную Азию, Юго-Восточную Азию и всю Африку, вы видите, что там средняя продолжительность жизни составляет всего 35-45 лет. Из этого, ребята, мы можем сделать вывод о уровне жизни в этих странах. Ребята, нас интересуют трудовые ресурсы, как я вам уже сказала. И я сказала, что трудовым ресурсом у нас относятся физически здоровые люди в возрасте от 15 до 60 лет. Посмотрите, пожалуйста, как эти трудовые ресурсы распределяются. Вот у нас все население страны, оно подразделяется на трудовые ресурсы, люди, которые достигли возраста трудовых ресурсов, но не собираются работать, а также нетрудоспособные. К нетрудоспособным мы относим детей в возрасте до 16 лет, пожилых людей пенсионного возраста и люди, которые по состоянию здоровья не могут трудиться. Трудовые ресурсы у нас делятся на экономически активное население и безработных. Экономически активное население – это люди, которые работают. Они могут работать на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, на транспорте, в сфере услуг, любая трудовая деятельность. А вот безработные – это люди, которые ищут работу, хотят работать, но не могут ее найти. О экономическом положении страны говорит процент безработных. У вас здесь есть задача. Она достаточно легкая и очень хорошо описана. И по ней вы можете определить уровень безработицы в любой стране. Что мы делаем? Мы берем количество безработных. Как мы определяем уровень безработицы? Мы берем количество безработных, делим на трудовые ресурсы и все это умножаем на 100%. Ребята, если уровень безработицы в стране ниже 10-12%, то это считается нормальным положением. Если же он выше, ребята, то это говорит о тяжелом экономическом положении в стране. Кроме трудовых ресурсов, ребята, нас интересует половой состав населения. То есть, как население делится на количество мужчин и женщин. Ребята, чтобы демографическая ситуация в стране развивалась нормально, у нас должно быть равное количество мужчин и женщин. Но не во всех странах мы это наблюдаем. Обратите внимание, во всем мире на 100 женщин у нас приходится 101 мужчина. В Европе женщин больше, чем мужчин. На 100 женщин у нас приходится 95% мужчин. Это, ребятки, еще отголоски тех войн, которые происходили в Европе. В Азии у нас наоборот, у нас на 100 женщин приходится 105 мужчин. О чем это говорит? Это говорит о тяжелом социальном и экономическом положении женщин, которые не работают в данном случае. Ранние браки, плохое медицинское обслуживание, тяжелые жизненные условия приводят к тому, что женщины умирают раньше и, естественно, их становится меньше. Ребят, мы видим это прекрасно. Если мы посмотрим на Северную Америку, Южную Америку, Европу, Россию, страны Центральной Азии, мы видим, что там преобладание женщин. А если мы возьмем Восточную, Южную, Юго-Восточную Азию, Северную Африку, то мы видим, что там мужчин значительно больше, чем женщин. Ребята, у вас дана табличка. Если вы ее выполните и внимательно посмотрите на политическую карту и полувозрастную карту, вы запомните и вы сможете самостоятельно сделать вывод об уровне жизни населения в том или ином регионе. И еще одна таблица, которую необходимо выполнить для того, чтобы лучше усвоить данный параграф. Ребята, вы выучите 44-й параграф, а в 45-м внимательно проследите, как строится полувозрастная пирамида. До свидания, всего доброго.